Продолжается матч против Максима Снегурова, и в предыдущей партии Максим навязал очень серьезную борьбу, и в какой-то момент владел явным перевесом, но тем не менее сухие цифры таковы, что счет 2-0 в мою пользу. Сейчас у нас третья партия, напомню, что контроль времени 3 минуты плюс 2 секунды после каждого хода каждому сопернику. И сыграл я шотландский гамбит, что-то не впервые в жизни, это, наверное, плохая идея, учитывая, что Максим специализируется на всяких достаточно кривых дебутах после Е4 и Е5, Конь Ф6. Вот я уже задумался, потому что припоминаю, что здесь есть какие-то идеи, связанные с Конь Ж5, Конь Е5, Слон Б3, там А6, Ф4, что-то такое. Ну давайте попробуем. Конь Е5 хоть вынужден, Слон Б3, но вот хочу пойти Ф4. На ДЕ, понятное дело, что ЛНФ7 есть удар. То есть, видимо, надо убирать коня, но... Не знаю, может быть, с другой стороны ДЕ, Слон Ф7, Король Е7 просто. Но, тем не менее, я сомневаюсь, я что Максим правильно разыграл дебут, по-моему, в Беллах очень достойная компенсация теперь же. То есть, на Конь Ж4 надо Е6 смотреть, видимо, сильный ход. На Конь Ж4 я просто зевнул. И, видимо, все рассуждения идут в трубу. Какого прямого выигрыша, или даже прямого непроигрыша тут не видно. То есть, видимо, по-то играть Ф3, Ф3, Ф5 шаг. Ну, это довольно обидно. Ну, видимо, ничего лучше нет. Все-таки не стоит забывать, что в конце многих вариантов подвисает пешка на Ж5. Может быть, позиция не так же плоха до сих пор. Как ни странно. Ксим задумался, видимо, рассматривает ход в Кунь Д7. Но нет, все-таки последовала разумная ДЕ. Вот, ДЮ ШО. Опять же, выбор, как закрываться. В принципе, есть свои плюсы фактически у каждого хода здесь. Например, после Ц6 уже передо мной встанет выбор, какую пешку брать. Это, кстати, довольно сложный выбор. Потому что вроде Эфир с Е5 смотрится неплохо, Эфир с Б7. Но после СНД7 я, видимо, должен брать на Е5. И брать на Ж5. Ну, достаточно интересные позиции. Я так думаю, что он неплохой для Белых. Хотя, конечно, есть определенная тут рыхлость, скажем так. Кунь К4 вроде бы не проходит. Там Ферзь Ж7. Но, тем не менее, К7 играет именно так. Что задумано на Ферзь Ж7, я не понимаю, честно говоря. Давайте проверим. Надеюсь, Ф8, что ли, надо играть? Ну, это явно не в пользу черных. Мягко говоря, то есть там даже два ноля есть в ход. Ну да. Кроме всего, просто безнадежно, неожиданно. СНД7 конечно есть, но я просто ухожу на АШ1, и там подписает Ферзь. Ну, Ф6 не помогает из-за Ферзь Ж6 мат, то есть... Ну, просто хода, видимо, нет. На Слон Е6 там перебились и Ферзь Ж6 и владеет Д1. То есть, ничего не видно. Ну, Слон Е5 возможно. Здесь я думал, что Слон Е7 просто... Как-то не форсированный мат. Надо подумать, как его лучше исполнить. Ну, Ферзь Ж5 не может быть плохо. Ферзь Ж6 не может быть плохо. Шах. Да, ну и мат на Б5. Ну, в общем, довольно странная партия, потому что... Буквально 10 ходов назад, я думаю, что у черных было явно не хуже. Так или иначе, всем спасибо за внимание. Увидимся в четвертой партии. Продолжение следует...